Мы такие же вопросы задавали, почему наши этот не... Да, 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 вот этот вопрос нас задали. Никаким телеканалом не афишируются вот эти... Да, да. Что, хотя бы... Постойте наши греботи. Вот сегодня вышли, вот люди вышли, там решение вот такое, йод, типа такое. В ДВД, когда мы были в мире, там они заверили, что ваши петиции, ваши имя греха, что услышаны и дошло. Да, только в соцсетях услышим, а так... Поэтому вот мы собираемся, чтобы донести народ, властям наши греботы. Ну, решение все равно, они если двигаются, решают... Тихонечку, да. Вы сразу такие решения, вы поймите, сразу не принимаете за неделю, там, за это... Это пока дойдет до правительства, пока они там все обсудят. Не, они в курсе. Закон есть, что у них? Не работаешь, что? Свободно передвижить. Что, эти вопросы задавали вообще? В смысле? Ну, в общем, российские, казахские, туда-сюда, автотранспортные. Когда мы были в ВД, там все, в принципе, мы им разжевали, все, они с нами согласились. Но они исполнительные органы ВД, они сказали, да, они суд до правительства, до правительства донесли. Нигматуллин выступил, да, все слышали выступление, он, в принципе, там и сказал красиво, что, куда вы смотрели, чиновники, пять лет спали. Ихни проблемы, да? Нет, здесь не надо вот так вот говорить, ихни проблемы. Нигматуллин, руководитель мажориста парламента Казахстана. Здесь пришли и решили вот эти вот наши проблемы, которые они нам создали. Вот они создали, пускай они решают. Вот, никто это не отрицает, эти вопросы сразу не решаются, поймите одно. Потихонечку будем решать дальше. Сегодня, вот я говорю, в пять часов, Диас и Дастан, Диас Кустана и Дастан с Астаны заходят в Нигматуллин. Встреча была в ДВД, там, со всех регионов одного человека, которые присутствовали, там были исполняющие опять все, вот, и министры уже исполняющие, с налоговой, там, с ДВД и так далее. Ну, мы, в принципе, все так же донесли, что и здесь, до населения, в принципе, и местами. Но потом в мире, потом мы пошли на следующий день к Дому правительства, где нас встретил Лукин и Волков, это депутатские, которые нам организовали на следующий день встречу с министрами уже, то есть ранг уже намного выше, и там, опять же, все, все не, как сказать, всех не приняли, там только делегации из пяти человек было, то есть это с Кустаная, с Актюбинска, с Астаны и с Шимкента, по-моему, вот, пять человек зашло. Я там не было, сразу же, я ничего не могу сказать, но знаю одно, что вроде бы там каким-то концепсом пришли, типа, убрать требования тех регламентов. Потому что 90% не подходит вообще, это вообще нереальные требования. И, как бы, государство, можно сказать, с этим согласилось и пошли на встречу. А конкретные решения есть, да? Конкретные решения есть, чтобы убрать тех регламентов? Официально пока нету, но нам, опять же, известили, что вот они пришли к этому решению. Ребята, всем привет, город Уральск, площадь Абая. Здесь собрались автомобилисты с иностранными номерами, которые хотят легализовать свои автомобили в Казахстане, но слишком большие препятствия, слишком большая и дорогая стоимость всех этих процедур. Вот идут тянуши, сегемата, отдел внутренней политики. Сейчас будут просить, наверное, либо прекратить, либо пройти куда-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я могу яму и припису все от нас планируем appa Спасибо за внимание Продолжение следует... Недо того, что мы не приезжали, что у нас есть разные проблемы. Это очень понятно, к сожалению. Мы должны говорить, что мы нашли его к проблемы и管ы. Во время этого мы отпускаем, что мы должны... Мы最近 приезжаем, делаем, работаем. У нас не может быть, национальный метод, а не будем говорить. Мы защитимаем, что они не хотели. В общем, мы должны проверить, чтобы поделиться одеваться на связи с тем, что мы неółки. Нет, мы не хотели бы ни разу, ни разу. С층и, мы не должны быть, ни разу. Забор подписи под обращением Обращение Обращение Нигбатульну Лаурлану Зайрулевичу Просим вас помочь решить вопрос возникшей проблемы с автомобилями, завезенными из стран ЕАЭС в количестве более 170 тысяч 24 февраля 2020 года вы встречались с рабочей группой, а именно Диасом из города Хостанай и Дастаном из города Нурсултан Мы хотим, чтобы вы восприняли их не просто как пару человек, а как людей, пытающихся решить вопрос 170 тысяч семей В основном это социально уязвимое население Казахстана Мы писали и обращались во все инстанции, но нас не слышат ни Сенат, ни депутаты, ни министерства Они просто отписались, даже не вникая в наши просьбы, подписанные и отправленные в их адреса Мы глубоко уверены и верим, что вы внесете большой вклад в урегулирование данного вопроса и донесете проблемы 170 тысяч семей до Ельбасы Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева и действующего президента Республики Казахстан Касымжумар Кемилевича Токаеву Без каких-либо искажений данных Мы уверены, что госорганы искажают данные о нас В связи с этим мы и записали данные видеообращения с требованием Требуем, как народ Западно-Казахстанской области, в которой зарегистрировано большое количество автомобилей из стран ЕАЭС Наложить официальный мораторий на карательные меры МВД с 1 марта 2020 года на автовладельцев из стран ЕАЭС до полного разрешения вопроса Наше предложение по выходу из сложившейся ситуации Это полная легализация автомобилей из стран ЕАЭС Это постановка их на казахстанский учет без оплаты первичной регистрации в размере 1 млн 325 тысяч тенге Это постановка без оплаты в утиль сбора в размере от 1 млн 325 тысяч тенге до 3 млн 48 тысяч тенге и растамаживания автомобилей Наше предложение не требовать с нас тех регламент, так как 90% автомобилей его не пройдут Наше требование оставить все так, как есть и ввести бесплатную онлайн регистрацию в целях безопасности и неотвратимости наказания за нарушение ПДД и возможного введения экологического сбора в размере 15-20 тысяч тенге в год Также позвольте заметить, что в случае легализации всех автомобилей из стран ЕАЭС в период 2020-2021 годов А это более 170 тысяч по официальным данным Это позволит ежегодную оплату налогов за автомобили Это позволит урегулировать проблему со штрафами Это позволит полностью исполнить поручения президента Хасам Жомар Кемилевича Токаева Это снизит протестные настроения у населения и увеличит доверие к власти Также хотим подчеркнуть, что у госорганов в лице МВД, Минфина, Министерства инфраструктуры и развития имеется солидарная ответственность с нами Автовладельцами из стран ЕАЭС Ввиду того, что народ завозил автомобили из стран ЕАЭС в течение 6 лет Госорганы позволяли беспрепятственный ввоз автомобилей, при этом бездействовали А также высокопоставленные чиновники заявляли по национальному каналу и СМИ Что никакого ограничения на передвижение автомобилей из стран ЕАЭС не будет Данными чиновниками являются господин Туякбаев и господин Жуагарин Теперь же они хотят переложить вину на народ Чиновники и депутаты должны и обязаны думать о народе Не заставлять народ переживать, не спать, переживая за свое имущество Наоборот, это чиновники и депутаты должны не спать и думать о нас, о народе в лице 170 тысяч семей Нам непонятно, как вы там сидите и отмалчиваетесь Докажите, что сенаты и депутаты слышат народ и они с народом Лидер нации Нарсултан Абишевич Назарбаев как-то сказал Если народу не нравятся законы, то надо их менять В дополнение, статья 3.1 Конституции Республики Казахстан гласит Единственный источник власти это народ Владельцы автомобилей из стран ЕС граждане РК Это народ в количестве 170 тысяч человек Если считать их семьями, то это более 1 миллиона населения Республики Казахстан Просим вас разрешить вопрос в пользу народа Мы верим и надеемся на вас, Нигматуллин Нурлан Зайрулаевич Сейчас люди на казахском зачитают Аплодисменты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...